Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Коротко об основных темах выпуска. Работали в две смены. Почти 8 тысяч тонн снега вывезли из Самары за минувшие сутки. Круче, выше, быстрее. В парке Гагарина установят новое колесо обозрения. Он создал художественную школу. В Самаре вспоминают местного художника с мировым именем Юрия Филиппова. Самара вместе со всей страной подошла к еще одной знаковой черте на пути к чемпионату мира. Менее 500 дней осталось до старта мундиали. В волонтерском центре дату встретили с пользой, проведя необычные занятия для кандидатов в добровольцы. А в Самарской юношеской библиотеке открыли ледяную скульптуру и выставку, посвященную чемпионату. Андрей Горгуленко был в центре событий. Футбол на газоне, пляже и даже в космосе. У самой популярной игры нет границ, считают участники конкурса рисунков футбол глазами детей. Особенно приятно, что среди Месси и Роналду не потерялся и портрет величайшего вратаря в истории футбола Льва Яшина. Я даже не думала о том, что нарисую иностранных футболистов. Я именно поставила себе цель нарисовать русских футболистов, чтобы все-таки поддержать нашу команду. Портрет советского вратаря обрадовала ветерана Самарских крыльев Валерьяна Панфилова. Для него, как и для всех ребят, этот чемпионат мира станет особенным. Для меня это нечто из рамок он выходящий, потому что ни в одном чемпионате мира я не присутствовал, хотя вот у нас некоторые тренеры ездили, а мне не довелось, и поэтому я с нетерпением жду. А снаружи торжественное открытие ледяной скульптуры. Футбольный мяч и хэштег ЧМ2018. Традиции делать снежные арт-объекты у юношеской библиотеки уже 4 года. Каждый раз скульптура связана с особыми датами в жизни города. 500 дней до старта чемпионата мира – одна из них. Открытием этого ледяного арт-объекта мы еще в свою очередь даем некий старт тем мероприятиям, которые будут посвящены чемпионату мира по футболу. О волонтерском центре, несмотря на праздник обучения кандидатов-добровольца, идет полным ходом. Специальная лекция – как быстро и легко выучить иностранный язык. Среди гостей – ребята, которые уже знают английскую речь, но уверены – нет предела совершенству. Я пришла послушать и набраться опыта. Ну, я думаю, нам объяснят, как это делать, какие-то мотивации, может быть, дадут на это, на все. А научиться есть чему. Приглашенный преподаватель английского языка раскрывает некоторые секреты. Самое главное – ставить перед собой конкретные цели и четко следовать плану действий, фиксируя все в отдельный дневник. Вплоть до того, какие мне сегодня задания проделать, какие упражнения, какое видео посмотреть, с кем созвониться через сай, с каким носителем языка или не носителем, куда сходить. То есть все должно быть действительно очень детально спланировано. Советы простые, но именно они могут помочь осуществить мечту – стать волонтером на чемпионате мира. Ведь среди основных критериев отбора в добровольце знание иностранных языков стоит особняком. Сегодня мы хотим, чтобы наши волонтеры поняли, насколько важно изучение английского языка, и в том числе он обязательно им пригодится на самом чемпионате мира. И у них будет сегодня в нашем волонтерском центре возможность получить информацию, как же в короткие сроки и самому выучить английский язык. Прием заявок от кандидатов уже закончился. Теперь впереди у волонтерского центра самый сложный этап – собеседование. Из-за огромного количества кандидатов нужно выбрать самых достойных. А до чемпионата мира осталось уже меньше 500 дней. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов, События. Взгляд с высоты птичьего полета. В парке Гагарина установят новое колесо обозрения почти в два раза выше прежнего. Изменения к лучшему коснутся всех самарских парков. Появится новое оформление, дополнительные аттракционы. Уже в следующем году вместе с самарцами там будут отдыхать гости Мундиале. О том, что уже сделано и что только предстоит, узнавала Олеся Корецкая. Колесо обозрения в парке Гагарина установили в 1985 году. За 30 с лишним лет аттракцион исчерпал все свои рабочие ресурсы. И сейчас идет работа над проектом нового колеса. Его установят неподалеку от старого. Оно будет высотой 65 метров, что почти в два раза выше прежнего. Новое колесо станет визитной карточкой парка. Оно будет работать летом и зимой. Кабинки оборудуют кондиционерами и обогревателями. Парк Гагарина находится в самом сердце Самары и никогда не пустует. В прошлом году здесь отремонтировали кабельную трассу и помещение пункта полиции. Построили большую детскую площадку. Есть где погулять. Вот сосны нравятся, лес вот этот вот нравится, воздух нравится. В луках вожу, все рядышком. Что сохранили ази в черте города, это здорово. Дороги расчищены, хорошо, гулять можно. Летом здесь очень много цветов. Все спокойно, не вдоль дороги гулять, а именно в парке все-таки чистый воздух. Вот сейчас хотим, чтобы колесо обозрения было, поставили. Создать во всех самарских парках максимально комфортные условия, красиво оформить и оборудовать современными аттракционами – такое поручение дал глава города. Сейчас в парках обновляют освещение, приводят в порядок коммуникации и ограждения. Мы стараемся делать парки более доступными, более чистыми, более ухоженными для населения. Кроме установки колеса, парки Гагарина в этом году займутся электричеством и водоснабжением в парке «Дружба» и сквере имени Кузнецова. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События. Почти 8 тысяч тонн снега вывезли из Самары за минувшие сутки. Работали в две смены. Всего на уборку задействовали более 300 спецмашин и 300 человек. Расслабляться коммунальщикам некогда. В ближайшие сутки в Самаре потеплеет. Но не намного. До весны еще далеко. По прогнозам синоптиков, столбик термометра не опустится ниже минус 15 градусов. Днем обещают не ниже минус 10. В некоторых районах пройдет снег. На еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил управляющим компаниям и районным администрациям усилить работу и переступить к уборке снега с 4 часов утра. Чтобы у нас не получилось, внезапно выпал снег. И мы были не готовы. Тот же режим действия. Если это ночью идет, а обещают ночью, значит в 4 часа и все на лопату. Все. Первый, второй и третий руководитель. Работать. Двух водителей в состоянии алкогольного опьянения удалось задержать инспектором ДПС вместе с активистами ночного патруля. Одной из нарушителей правил дорожного движения оказалась женщина, управлявшая приорой. Второй нарушитель – 39-летний мужчина. Его автомобиль, дежурный патруль ГИБДД, остановил на московском шоссе в 2 часа ночи. Водитель от прохождения мета-освидетельствования на месте отказался. Но его опьянение подтвердила экспертиза в спецучреждении. Дело передано в суд. Машины отправлены на спецстоянку. Всего с начала года сотрудники ГИБДД и активисты ночного патруля выявили семь нетрезвых водителей. Далее коротко о других событиях дня. Самарский космонавт Олег Кононенко награжден орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. Награда космонавту за мужество и высокий профессионализм при осуществлении длительного полета на МКС. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В Сызране у супермаркета насмерть зарезали молодую девушку. По данным местных СМИ, трагический инцидент произошел у магазина «Пятерочка» на улице Победы. На месте ЧП работали полицейские исследователи, выясняя все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, погибшая получила смертельный удар ножом в сердце во время ссоры с мужем. По данным портала «Маленькая Сызрань», в инциденте пострадал отец девушки. В Самаре орудуют мошенники-водопроводчики. Преступники проникают в квартиры доверчивых граждан, чтобы посмотреть трубы, сделать анализ воды или проверить качество услуг. А затем попросту воруют все ценные. Самарцы просят быть бдительными и предупреждают, что сотрудники официальных коммунальных служб не ходят по домам и не проводят никаких работ в квартирах граждан. В Самарской области за прошедший год 229 человек умерли из-за суррогатного алкоголя. Всего же отравились больше 2000 жителей региона. Половина из них употребляла продукцию из различных фанфуриков. Это данные Самарского управления Роспотребнадзора. Специалисты напоминают, что категорически не следует приобретать алкоголь в неустановленных для его продажи местах. У неизвестных лиц на разлив в пластиковой незаводской таре по цене ниже минимально установленной правительством России. Из аэропорта Курумыч можно будет улететь в Стамбул. Первый авиарейс из Самары запланирован на 10 марта. В осенне-зимний период самолеты будут летать в Стамбул два раза в неделю по средам и субботам. В весенне-летний по понедельникам, четвергам и субботам. На маршруте будут работать воздушные суда Аэрбас-321. Аэрбас-321 Юрий Иванович Филиппов любил их больше всего. Будущий заслуженный деятель искусств России рисовать учился еще подросткам у иконописцев в Кенеле. Потом были художественная школа и академии. Когда стал мастером, создавал в Куйбышеве при институтах курсы художников. И до последних дней курировал их работу. Рядом с ним была и поддерживала его в делах любимая жена Тамара Сергеевна. Художник должен заниматься творчеством, а не бытовыми проблемами, говорит она. Эту работу я брала на себя. Где-то договориться с одним мастером, с другим мастером. Пожалуйста. Всегда пожалуйста. Меня не заставляло труда. Лишь у него была глава наполнена творческими идеями. Бывало так. Он просыпается утром и говорит, а я написал картину. Так было несколько, несколько. А я написал картину во сне. Меня это всегда радовало. Юрий Филиппов писал картины в лучших традициях русской реалистической школы. На его счету более тысячи произведений. Известность художнику принесли пейзажи, многие из которых находятся в лучших мировых коллекциях. Третьяковской галереи в Государственном русском музее. Выставлялся Филиппов и за рубежом в Европе и Северной Америке. Я вообще-то живописный хулиган, а он очень такой педантичный. И в общем вот он учитель. Юрий Иванович очень много внес в это дело. Он очень тонко, внимательно подходил к каждому этюду. Так уже никто не пишет. В выставке картин самарского мастера, посвященной его 90-летию под общим названием «Россия в произведениях Юрия Филиппова», будут проходить в художественных музеях Тольятти и Самары. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Экзамен для учителей в Самаре прошел конкурс профмастерства для педагогов по музыке. Учителям пришлось самим взять в руки инструменты и выйти на сцену перед строгим жюри. Что чувствуешь, когда оказываешься на месте воспитанников, узнала у педагогов Марина Кравцова. Для Кристины Жарковой выступать на сцене привычно. Девушка играет на флейте в муниципальном духовом оркестре. Параллельно учит начинающих музыкантов. Преподавательский стаж 10 лет. Но перед этим концертом все же волновалась, долго готовилась. В конкурсах не участвовала давно, а этот особенный соревнуются педагоги. В моей практике это играет важную роль. Я считаю, что я своему мастерству должна обучить своих воспитанников. Городской конкурс профмастерства признаний проходит в Самаре уже в третий раз. Что обычно требует от учеников, теперь от преподавателей, как от их воспитанников. Это очень тяжелое. Быть артистом с большой буквы. Ну, по большей степени практики. Теоретически можно объяснить, но мы на практике все это реализуем. Репертуар исполнителей от классики до современной музыки. На сцену выходят ансамбли, солисты и вокалисты. Играют на самых разных инструментах. Хотя, как отмечают сами педагоги, В последнее время все популярнее среди молодого поколения становятся баян и гитара. Учителя, в свою очередь, стремятся привнести в уроки музыки и современные технологии. Это конкурс, который стимулирует преподавателей, педагогических работников к тому, чтобы совершенствовать свое мастерство. Это какие-то инновационные технологии, о которых хотят высказаться школы. Соревнуются участники в двух номинациях. Исполнительское мастерство и научно-методическая и исследовательская деятельность в области художественного образования. В этом году география конкурса расширилась. Приехали педагоги из районов области. Более ста конкурсантов из 14 школ. Олег Зверев, Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Самарская губернская дума приняла поправки в бюджет региона. Депутаты решали, на что потратят 5 с лишним миллиардов рублей, поступивших из федеральной казны. Нарушений, связанных с проведением торгов, в этом году было в два раза больше. Антимонопольная служба отчиталась о проделанной работе. Осторожно, преступники в сети, в Роскомнадзоре рассказали, как защитить личные данные. На этом наш выпуск завершен. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин